Мои приветствия, командиры! На связи, как обычно, Блэквинг с его прохождением в Jagged Alliance 2.1.13 с оружейным модом СДО, каршным модом от Wildfire и на улучшенном искусственном интеллекте А7, версии 1972. Сегодня 23 марта 2022 года, и, как я говорил, я подождал до среды, понаблюдал за всем, что происходит, и, в принципе, почему бы и не записывать все до талого. Если вдруг случится то, чего я опасаюсь, я надеюсь, что этого не случится, мы переедем на другую платформу, поскольку группу ВК я уже создал, там, конечно, всего по минимуму, но по мере развития всего остального я буду, возможно, развивать ее в полноценную группу, либо же так и оставлю в качестве анонсов новых видео или же каких-либо новостей. Ссылка, естественно, в описании. Отдельное спасибо человечку с ником Гилмарт Грей, который написал свой теплый душевный комментарий под моим видеообращением. Вот, честно, я сидел и выбился, как последний идиот, от того, насколько мне было приятно. Спасибо вам большое. И вот ради таких моментов все-таки я и снимаю, тем более, что пока я сидел и умаялся вынужденным безделием, было, скажем так, немножко некомфортно. Ну, а для тех, кто поставил свои, так скажем, царские дизы под видеообращением, походу, вашу логику я не пойму никогда. И в целом, на этом вроде бы как все, что я хотел сказать, и переползаем, собственно, к самой игре. А нет, еще не все. Как можно наблюдать, качество моего голоса изменилось. Все дело в том, что сейчас вот именно эту серию джаги я записываю через ОБС, а не через Бандикам, как это было ранее. Но, поскольку мой дирижабль поддерживает расширение максимум в 720 в этом качестве, то возникает вполне логичный вопрос. После каждой записи мне прогонять видео через кодировщик, чтобы влепить качество 1080, либо же оставлять все как есть и, в принципе, не париться, поскольку после прогона через кодировщик все-таки уходит какая-то часть времени и есть определенный риск рассинхрона. Можете поделиться этим своим мнением в комментариях. Ну что ж, после того, как мы прочистили от себе сектора G7 и G6, мы грамм кое-что оттуда забрали, долечились, отдохнули, душегубы цапнули немножечко за кадром, как можно наблюдать. Но это было связано с тем, что мы опять отпинывали небольшой отряд противника, который приперся в сектор G7 и, собственно, засел там. А нам все-таки очень необходимо держать вот эту дорогу чистой. Поэтому душегубы чуть-чуть цапнули, но это ничего страшного. Теперь мы готовы выдвигаться в сектор К6 в Эстине, что мы сейчас и сделали. Возвращался я за фургончиком, чтобы забрать оттуда гранатометр, поскольку в секторе К6 у нас есть танк. Поэтому гранатометы нам понадобятся. Ну и, естественно, взяли мы с собой на всякий случай миномет. Снаряды к нему тащат Сумрак, а, собственно, сам миномет тащит Шторм. Но я буду надеяться, что Бонзай у нас попадет с двух гранатометов, которые есть у него, и танк будет благополучно уничтожен. Из-за вооружения у нас два изменения. Это у нас PSG-1, Хекклера Коха, снайперка, которую мы нашли в одной из серий, которую мы полностью починили, и спада сегодня поуправляется с ней. Надеюсь, что у нее все получится. И, собственно, штурмовая винтовка FN SCAR VP. Давно мы ее уже нашли под патрон 7.62х39, и решил я, в принципе, ее выдать душегубу за место его фала, поскольку у SCAR все же отдача немножечко поменьше, чем у FN-фала. Поэтому попробуем поуправляться с ним. Возможно, что-то получится, возможно, нет. Ничего страшного, если ничего не получится. Душегуб у нас не так уж активно участвует в наших открытых столкновениях, в открытых боях. Ну, к слову, если хотите посмотреть статистику, то, собственно, наш командир у нас 53 противника завалил. Пока что, вот, я сейчас, мне сейчас самому даже интересно, кто у нас лидирует по количеству убитых. Скорее всего, ну да, Шторм у нас и лидирует. Второе место у нас Гидра. А вот Сумрак достаточно хорошо отстает. Надо как-то с этим что-то делать. Ну, ладно. Пофигу. Поехали. Не расслабляться. Я надеюсь, что никакой потери качества или что-то в этом духе я здесь не будет. Поэтому надо бы что-то с этим поделать как-то. Что странное происходит. И мне это странное не нравится. Так, у нас здесь нужен будет лесной камуфляж, а также ожидаются подкрепления с запада и с юга. Но у нас есть экипированная радиостанция, поэтому мы сейчас с чистой совестью эти подкрепления немножечко либо отсрочим, либо вообще не дадим им сюда прийти. Зажигательные патроны мы не заряжаем, смысла я в этом не вижу. А вот лесным камуфляжем мы сейчас все благополучно спокойненько потому что он нам здесь нужен. Хотя в теории можно, конечно, и городской, поскольку здесь у нас есть удобная крыша, но пока не надо. Пока воспользуемся тем, что у нас есть. Так, сменим пока камуфляжик. Так. План боя у нас должен быть в теории, но на практике, как показывают... Зашибись! Как показывают мои душевные моменты... Игра такая говорит, да мне пофигу, что ты там запланировал, давай делать то, как я скажу. В целом, давайте. Так, поехали, вперед. Ага. Не торопимся, времени у нас вполне достаточно. Душегуб у нас есть прикрытие. Вот здесь бы по-хорошему зайти в это здание, но здесь у нас нету никакой двери, поэтому придется бить стекло, я так думаю. А мне лень, вот откровенно скажу. Спокойно выдвигаемся, никого не трогаем. Нет, и спада я все-таки помажу сейчас пиратским камуфляжем, хотя ей здесь предпочтительнее лесной. Потому что у нее броня дает очень хороший бонус именно к лесному камуфляжу. Что, где? Ага, вон он. Пулеметчик. И он таки неплохо видит всю эту крышу. Так, ну ладно, давайте-ка сейчас, пока мы не торопимся, пока мы сейчас подходим, еще раз нам надо переместиться вот в эту мертвую зону, чтобы он нас здесь не заметил. Далее. Мы, конечно, можем так активно спалиться. Можем так активно спалиться. Дальность оптики у нас не хватает. Этот гаврик нас отсюда не запарит. Вроде бы, если он сюда не пойдет. Давай сместимся. Сильно не разбредаемся. Право первого хода должно быть у меня. Поскольку тогда к противнику подойдет подкрепление. А мне это начинка не надо. Так, вскидываемся. Дабы мы его видели. Без каких-либо препятствий. А, а их там двое. Вот они. Так, хорошо. Перемещаемся. Все, скидываемся. Дальше. Юрика, чуть-чуть поближе. Так, здесь. Ага, снайперу не залезли, да? Хорошо. Залезаем душегубом. Здесь мы тоже залезть не можем, да? Ладно, нас пока не должны видеть, поэтому здесь все в порядке. Все хорошо. Так. Банзай у нас тут сидит. Потихоньку перемещаемся. Здесь скидываемся тоже кого-нибудь. Мы здесь подождем. Слушаю, командир. Все прекрасно. Противник стоит на месте. Нас никто не собирается трогать. А, у испада перегруза. Я думаю, что-то качков действия мало. Так. Теперь аккуратненько проползаем. У нас тут могут запалить. И по-хорошему... А, нет, все, сменили мы. Камуфляж, поэтому здесь все хорошо. Так, стрелять пока мы не начинаем. Еще слишком рано. Мы еще не заняли выгодные позиции. Так. Юрика здесь не видать никому. По-хорошему, ее бы со штормом вот сюда переведили. Давай, в принципе, так и сделаем. Вам здесь все равно заняться нечем? И гидра. Гидра, гидра, гидра. Которая вообще не ходила, про которую я вообще забыл. Кому было бы эпично? Нет, ну... Учитывая, что сейчас весна с ее авитаминозом, неудивительно, что я подтупливаю. Так, еще колядочка вперед. Все, пока не вылазим. Хотя вылезти-то мы можем, но риск обнаружить нас слишком большой. Так, сюда вот только. Главное не вставать здесь бочки взрывные. Так, все прекрасно. Все прекрасно. Здорово. вот то, что ты здесь, это не самое приятное. Почему? Да просто потому, что ты можешь сейчас развернуться и нас запалить. Вот это вот меня вот не устраивает, это слово вообще. Ладно, право первого хода все равно еще у нас, поэтому... с этим можно разобраться. Я слушаю. Хорошо. Здесь мы за всеми наблюдаем. Так. Трое из 12. Часть мы уже здесь заметили. Прекрасно. Можно здесь, конечно, что бежать просто без скрытности. Так, что у нас здесь? Ага. 4 и 6. 4 и 6. Значит, мне надо либо шестикратный, либо трехкратный. Давай шестикратно он все-таки как-то больше отходит. Точность выстрела 60. Мало. Мало, конечно, но... Но хоть какой-то. Так, Банзай его видит. Прекрасно. Скидываемся. И ждем. И пока ждем. Здесь уже бегом просто. Ну, открыто. Пока выключаем тихий режим перемещения, потому что он нам здесь и не нужен. Не стрелять. Вот еще один. Вот еще один. Раз, два, три, четыре. Ну что ж, треть мы здесь обнаружили. Выключить. Тихий режим. Поставить заглушку. Я слушаю. И, пожалуй, мы сейчас-таки и начнем. Ага. Вот правда, то, что он сюда приперся, его не разворачиваться придется. Да, вот разворачиваться придется. Но это сделает сейчас сумрак. Путем промахов. Так, огонь по-дальнему. О, подавлен. Замечательно. Практически сразу же подавлен. Зацепили вскользь, но ничего страшного. Здесь. Шторм. Ты в эту сторону. Давайте мы сейчас тебе трехкратный прицел. Красавчик просто. Уложил. Минус один. Я слушаю. Эспада. Тюрьмо. Звук выстрела был хороший и сочный, но мы промахнулись. К сожалению. Огонь. Еще подавлить его. Подавить, подавить. Так. Сапфир в теории-то и видит здесь эту бабу. В теории мы можем даже попробовать продвинуться и подавить ее. Близко, но нет. Ну то, что нет, это ничего страшного. Все в порядке, все в пределах ожидания. Гидра, давай-ка вперед. Просто вперед. Просто в наглую. И Юрика тоже. Минус один. Двое подавлены, так что все хорошо. В теории опасность представляет только вот этот баба. Это пятый. Пятый из 11. Из 11, потому что один из них танк. Ну что? Продолжаем этого. Гаврика несчастного давить. Дальше. Сумрак. Давай-ка. Твою статистику надо исправлять. А то ты чересчур все промахиваешься да промахиваешься. Прицел обратно на 9-кратный. Бабу здесь не видать, но это не так уж и страшно. Ты меня тренируешь, что ты, сынок? Можно, в принципе, даже подползти поближе немножко. Зацепили, но вот не убили. Это немножечко жаль, немножко обидно. Так, девку надо прижать. Давай отсечкой, а не попробуем попасть. Все прекрасно. Подавлено. Виноводочный магазин. Так, вот этот не подавлен. И этого, и это надо нам немножечко исправить. Потому что если он сейчас начнет по нам стрелять, мне будет больно. Все, отлично. Зацепили мы его. Капитально, конкретно. Сейчас самое главное не нарваться на так. Я очень надеюсь, что мы на него не нарвемся. Потому что нет, он бы нафиг здесь не нужен. Так. Все, да? Все прекрасно. Смотрим, что у него получится дальше. Это у нас где-то... Рано, это скорее всего та самая девка. Достанем? Не, не, не. Это только по пузу, да? Ну, звук выстрела, конечно, сочный. И он прибыл сюда. Ну, все, отлично. Он сам с ним справится. Это хорошо, что мертвяк поперся именно на вот этого противника. Мне именно это и надо было. Огонь. Так, девчонка подавлена. Поэтому сапфир может с чистой совестью подойти к ней прям побольше. Прямо не стесняясь. Это не пистолетчик, поэтому здесь все хорошо. Так мы себе можем позволить поизвращаться. Здесь развлекаемся. Хотя он бы и так сдох уже. Статистика и еще раз статистика. Девку видать здесь все хорошо. Так. Продвигаемся поближе. Сильно не выпендриваемся. Вот где-то вот отсюда, с центра было. Вот тут, скорее всего, может быть и танк стоит. Я не знаю, где он стоит. А, нет, подождите. По-моему, он тут и стоит. Выбраться бы отсюда, пока я на ногах стою. Да, вот и танк. Вот и танк. Здесь надо поаккуратнее. Давай сразу ложимся нахрен. Вот. Вот так вот мы танчик видим. Танк мы вот так вот и видим. Поэтому бонзай мне надо будет на эту сторону. По-хорошему, сумру, как бы отсюда убрать, а привезти сюда медведя. Сейчас мы, наверное, так и сделаем. А тут тогда мы не высовываемся. Вообще нафиг спрячемся. Потому что раз уж здесь танк, но вот на этом месте, надо будет с ним что-то сделать. Так, шторм здесь никого не трогает. Вот в эту вот кучку травки мы заляжем на всякий случай. Нафига он это делает, я правда не знаю. Они все у танка начинают кучковаться. Ребята начинают кучковаться у танка. Так, сумрака мы отсюда убираем. Вообще нам здесь делать нечего. Подводим медведя. Даже выстрелить смогли бы. Так, тут трупежник здесь. Убить эту девку. Ну нет, не убили. Ну ничего страшного. Продвигаемся дальше. Здесь нам есть за кем смотреть. Попробуем выйти. И влепить вот по вот этому. Разлет слишком большой. Слишком большой разлет. Давай мы выстрелим по нему с одиночного. Все, отлично. Я не пойму, что это здесь вот небольшие протормаживания. Как будто нас кто-то видит. Так, ладно. Шторм приглядывает за вот этим направлением. Я слушаю. Дальше. Тут, если только развернулся в эту сторону. Да ты меня тренируешь что-то, сынок? Угу. Все прекрасно. Давил своего. 7.62 на 51. С трассерами. Танк стоит. Ну что, дружище, ты довыпендривался? Довыпендривался. Взял танчик подержанный? Экономить хотел? Граната бы не помешала. Слышь, придурок. Честь имею. Я тут разговариваю, между прочим. Да. Да выпендривался. Хотел вот взять вот танчик. Подержанный он взял. Экономить он хотел. А в итоге что? Встал на дороге. Ничего не может сделать. Еще и масло взял каждый день из Ашана. Придурок. Вот видите, ребята. В некоторых вещах экономить вообще не надо. Вот поговорили. Рэмбо Кирова. Вот абсолютно не надо. Я слушаю. Так, добили мы умирающего. Облегчили мы его страдания. Добили этого несчастного. О, вечер. К танку мы пока не под... Здесь стоит противник. Здесь еще была баба. Сколько их осталось? Их осталось шестеро. Двое точно вот тут вот. А в принципе, мы сейчас перекосим всех, кроме танка. Я так думаю. Да, наверное, мы сейчас так и сделаем. Мы перекосим всех, кроме танка. Потом вырубим рацию. Допинаем подкрепление. И спокойно разберемся с танком. Да, план хороший. Мне нравится. Главное только не прозевать момент, в каком направлении подойдут подкрепления. Ну все. Трупы у нас подставали. А вот здесь вот интересно, есть кто-то из гражданских придурков или нет? Потому что как-нибудь бы не хотелось, чтобы тут был крэй из гражданских идей. А, мы его повалили. Все прекрасно. Мы его повалили. Так, ладно, пробуем стрелять. Ничего страшного, если промахиваемся. Это все в пределах ожидаемо. Так, тут целая куча трупов. Кстати, мы сейчас и посмотрим, насколько мертвяки у нас реагируют на танк. Давай мы сейчас даже сохранимся на всякий случай. Потому что мне вот, ну, жутко интересно, как они себя поведут. И как вообще себя поведет танк. Если он решит выстрелить из орудия основного, это хорошо. Если нет, ничего страшного. Мы хоть понаблюдаем. Так, штурм пока у нас дальше проходит. Просто ради интереса. Так, этот у нас трупежник валяется. Наверное, стоит посмотреть. А, тут дверь есть. Отлично, мы можем просто пройти и зарезать его. Хекклер Кох 4... 4.16? Чувак? Подождите, стой. Что это за хрень? А, это тоже какая-то штурмовая винтовка. Хекклер, которую я еще не видел. Надо посмотреть, на что она похожа. И если что, может быть, мы даже у кого-то ее заменим. Если что, может быть, мы ее у кого-то заменим. Так, по-прежнему остаемся за укрытиями. Потому что мне очень интересно. Танкс орудия стрелять не стал, но начал стрелять мертвякам по башне. Здесь его ждет. Не трогаем, пускай подойдет. Огонь по башке. Все прекрасно, это снят. Наш дрон использует свой швейцарский ножик, который уже и так изрядно изнахрачен. Продолжаем продвижение. Ну, точно здесь двое. И танк. Двое. А их еще пятеро. Значит, еще где-то три. Там, как я сказал, я уже не считаю. Потому что он у нас немножко другая боевая единица. Оставшиеся, вполне возможно, могут, кстати, заныкаться по домам. И вот это будет проблема. Учитывая, что они там могут на перехвате сидеть. А ты что здесь делаешь? Что он тут забыл? Так, гидра. Выдвигаемся. Серьезно, что он там забыл? Да, я слушаю. Так, чуть-чуть поближе подходим. Что интересно, мы мертвяка до сих пор здесь не видим. Это очень даже интересно, почему так. Я слушаю. Так, ладно. Из спада у нас отсюда слезает. По-хорошему нам надо сейчас переместиться вот в северо-восточный угол. И там спокойно встретить подкрепление противника. О, вот он услышал нас. Ушастый ты наш. Меня реально интересует вопрос, какого хрена ты там делал? Соседний сектор сматываться собирался, что ли, или что? Я слушаю. Причем 7,62 был. Да. Так. Надо грохнуть эту бабу. Хотя, в принципе, давай ее сумрак и грохнет. Хотя нет, не будет. Отдадим этот фраг, Сапфир. Очков действия будет побольше. Нашел. Алкашку ты нашел. Я тут. Такс. Здесь вроде никого нету. Учитывая, что здесь открытая дверь, возможно, этот гаврик вышел из туалета. Какие отсылки на Урбан Хаус, чтобы его... По-моему, прохождение этого мода я запомнил надолго. Ага, еще нас здесь кто-то палил. А вот хороший вопрос, кто и откуда. Так, на всякий ложимся. У дрон очков действия достаточно для перехвата. Все в порядке. Так. Здесь мы видим по-прежнему лежащего и страдающего зомби. Так. Теперь и чем. Ага. Этот гаврик у нас спрятался. Хорошо, мы отступим. Я не хочу под танк подставляться. Пока мы отступим. Я не хочу подставляться под танк. Остальные лежим, ждем. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай, добивай, добивай. Ну, все-таки завалили. Хотя он сейчас, конечно, встанет опять. Прямо как я каждый раз, когда на работу надо выйти. Так, а вот теперь, чем мы вскидываемся... И заваливаем его к чертовой папке. Так, вот там он, по-моему, у нас танк запарил. Я надеюсь, ему хватит его мозгов. Не стрелять по нам. Особенно с орудия. Так, ладно, здесь я никого не вижу. Мимо окон мы прошли, все хорошо. Нас никто убивать не пытается, не планирует. Идем дальше. Кто нас палит? И откуда? И самое главное, кто? Самфир все равно посторожит здесь этот несчастный унитаз. Не потому, что ей плохо от выпитого, а просто потому, что противник. Может оттуда выйти. Зная их любовь к таким засадам. Вот. А вот теперь вот интересно. Слышь? А что? Ща погоди. Ща я с тобой разберу. Ща я тебе устрою. Ща погоди. А кто-то здесь был выстрел? Нет, не этот. Или это танк опять же был? Это он настолько нас хорошо видит? Или я что-то не понимаю? Так, ладно, ща погодим. И приперся вообще не туда, куда тебе надо было. Юрика настолько обозлилась, что она его пристрелила больше. Большим количеством пуль, чем надо было. Упс. Ну, что я могу сказать? Ну, цапнет щас, ну, цапнет. Попадать надо. Надо попадать, а не страдать хренью. Так. Вот теперь вот этого пуленочка мы сейчас и попробуем. Сначала приждать, а потом уже забить. Так, отлично. Ну бы они даже попали. Готово. Осталось двое. Осталось двое. А может быть мы даже и не будем противнику давать возможность привести сюда подкрепление. Может быть. Но это не точно. Три раза влупил. Почти всю выносливость вынес. Молодец. Попадать никто не пробовал, да? Это же было так... Так, сколько у нас тут? Двадцать три. И еще шесть. Теории должно хватить. Нормально. Вынесли нам почти всю выносливость. Но я сказал, надо было просто взять и попадать. А не страдать хренью, как это мы обычно любим делать. Так, у Юрика пистолет есть, да? Сейчас ждем, пока он здесь встанет. Этот мертвяк здесь баба тоже сама встанет. Так, гражданский, гражданский, гражданский. Танк. Перемещаемся. Можно даже залечь на всякий случай. Все прекрасно, что мы здесь остановились. Хотя я на мисклик должен был сместиться. Я слушаю. Эх, как мне не хватает противотанкового ружья. Оно бы мне здесь очень сейчас пригодилось. Я слушаю. Так, отлично. Я слушаю. Выстрел. Ножик. Прием ветеринара. Блесно. Готов. Гайд как быстро и эффективно расправляться с мертвецами. Так, здесь мы присаживаемся. Отпиваемся водичкой. Спокойно отлеживаемся. Никого здесь не трогаем. Ага. И Бонзайо можно, конечно, возвращаться за его гранатометами. Потому что в руках у нас ничего нету. А вот забрать его нам надо. Да. Я тут. Так. Здесь мы косим всю эту улицу. Все прекрасно. Этот мертвяк у нас здесь пусть стоит на месте. Я слушаю. Которого, кстати, расстреливали перед этим. Я. Так, сменим ствол. Потому что у нас здесь сейчас здание. Нам надо будет их зачищать. Мне нужен будет коллиматорный прицел. Как минимум. Лужой, командир. Мы перебинтовались вроде бы, да? Все. Замечательно. Штрафов никаких нету. Все прекрасно. Жизнь хороша. Относительно. Ну, он скосил. Ну че. Ща будем мочить всех в сортиле. Он вон там был? Он нас опошел? Уже, хватит. Стоять. Где тут? Где это хрен? Ага. Однако. Вот это новости. Да. Нас здесь обходят. А мы даже и не в курсе. Я слушаю. Эспада. Пойдем поохотимся. Вот это новости, однако. Я. Так, стоять. Смениваем ствол обратно. Сделаю. Я тут. Ты без балды. И он нас, походу, либо услышал, либо увидел. Либо это танк. Да. Насчет танка не знаю. Но здесь нам придется разворачиваться. Немножко неожиданный ход. Так, стоп. Ага, это один из тех, кого мы заныкали. Точнее, один из тех, про кого мы не знали. То есть, после этого у нас останется еще один. Хороший вопрос, где он здесь будет. Слушаю, командир. Нажимся. Просто не палимся, ничего мы здесь не делаем. И судя по всему, засранец с пистолетом. Тренируешь, что ли, сынок? Да. А мы его здесь не видим. Вот он. Пистолет. Да. Да. Мои любимые, чтоб их конь в задницу. Пистолетчики. Я слушаю. Идет. Я ненавижу пистолетчиков. Да. Надо его прижать. Хотя он даже в прижатом состоянии может нам здесь как-нибудь нагадить. Потому что это кто? Правильно, пистолетчик. Да. А мертвяки, походу, танк не трогают. Они все-таки сообразительнее, чем я предполагал. Ходячие трупы танк не трогают. И это на самом деле хорошо. Потому что, если бы они пытались его укусить, это могло бы привести к каким-нибудь багам. А эти вот баги мне вообще здесь не нужны. Да. Добить его как-нибудь. Эту штуку надо зарядить. Тогда после этого мы можем с чистой совестью гасить танк и выискивать последнего. Не буду я, наверное, подкрепление сюда противнику позволять подводить. Нахрена, ну мне надо. Мне лень просто еще затягивать лишний раз запись. Особенно, если она вдруг окажется по качеству дерьмо. Либо еще что-то в этом духе. А вот это будет еще более противне. Что столько времени и сил ушло в никуда. Может, у нас танк пытается прижать. Так, ладно, у меня нет времени на то, чтобы перезаряжаться. Пошли воспользуемся оружием пистолетчиков же. Причем парень помирать отказывается. Теперь нет. Я тут. Перемещаемся. Идем дальше за гранатометами. Очков действия, конечно, мало за счет перегруза. Бинго! Отпиваемся водой, бежим дальше. По хорошему игру сейчас в реальное время нам надо перевести. Давай сейчас попробуем так и сделать. Опять они. А, нет, не получится, потому что здесь мертвяк встал. С мертвяком проблема решаемая. С мертвяком проблема решаемая, как и все остальное здесь. Он сейчас полежит, мы его тыкнем ножиком и все будет хорошо. Смещаемся. Бежим дальше за рюкзачками. Так, давай-ка засядем за машину. Здесь добить. Сталят пулемет в ручки, перезарядить. И все. Теперь сейчас с чистой стоимостью просто ждем, пока игра перейдет в реальное время. Ага. Так, теперь сейчас, где у нас наш рюкзак? Вот как хорошо все-таки, что в одном из аишников все-таки ввели. Ух ты. Все-таки ввели у нас возможность переименовывать. Вернее, присваивать имена рюкзака. Это очень хорошо. Так, Абакан мы пока что ставим в рюкзачке. Рюкзак скинем. И теперь нам надо подойти к танку. Причем очень желательно так, чтобы мы его грохнули. Причем быстро. Лады. Так. Какой у нас из них больше урона наносит? Хотя черт его знает, какой из них больше наносит. Потому что это здесь не указывает. А, вот урон 110. Урон 90. Значит, попробуем сначала 110-кой купить. Так, здесь для танка, если я правильно помню, мертвая зона. Здесь мы можем спокойно пройти. Я нашел! Так, шлем-творон, жилет спектра и так далее и тому подобное. Теперь и чем? Чего у нас там с батареей по рации? Ну, все прекрасно. Всего еще очень хватает и достаточно. Это очень хорошо. Так, ладно. Здесь наши ребята выдвигаются. Эспада тоже. В дрона мы пока что не шевелим. Просто потому, что мне рано. Или здесь поползли. Хотя вот сейчас вот отсюда мы и понаблюдаем за танком. К тому же этот балбес от нас... Отвернулся. Так, 8, да? Огонь! Аплодисменты. Просто бурные продолжительные аплодисменты. Минус один гранатомет. Просто... Можно вот так вот умудриться и промахнуться. Это надо уметь. Это надо уметь. Ладно, попытка номер 2. Мне не хочется, конечно, тратить миномет. Но... Возможно, что нам даже это придется делать. И танк, тем более, это теперь смотрит на нас. Да, причем он... Умудриться промахнуться. Ну, гений, гений. Попытка номер 2. Все прекрасно. Минус танк. И последний у нас заныкался где-то вот... А, ну вот он, скорее всего, вот здесь сейчас и Сиги. Все, понял. Вопросов больше не имею. Не, с танком вышло эпично. Эпичный промах. Все, переводим, в принципе, игру в реальное время. Добиваем здесь остатки. И, в принципе, на этом, я думаю, все. Не буду я подкрепления противнику подводить. С ними мы и так справимся по-нормальному. Так, все, пошли за Абаканом, который мы скинули, черти куда. А, мы его скинули в рюкзак. Сейчас подберем его сразу. Так, все это мы достаем. Рюкзачок скидываем. Гранатометом можно, в принципе, воспользоваться. Я так думаю. Шоковые только зарядить. Чтоб противника там оглушить. Идем. Просто берем и окружаем. И здесь, с северной стороны тоже. Чуть-чуть легкая царапина у штук. Но это ничего так страшного. Так, если что, мы отсюда... Вот, вот, вот. Вот с этой позиции мы до противника докинем, если что. Все, прекрасно. Теперь пройдем эспады. Мы его не видим, да? А, у нас дальности не хватает. Не хватает дальности. Ничего страшного. Сумарок, Сапфир, пошли. Дрон, в принципе, пусть посидит сзади. Не видать его, да? А если встать? А-а, все равно мы это укрытие никак не выцеливаем. Во! Сидит он там. Сидит оно там. Слушаю, командир! Скидываемся. Ща, мы ему выйдем и накостыляем. Благо, есть кому. Тем более, у него здесь почти туннельное зрение. Он нас здесь не видит. Так что... Ага. Хотя, если он сейчас рыпнется, мы можем стукнуть его... Ага. А хотя зачем? Ну да. Ну, хоть так. С Бонзаем сегодня что-то не то. Он как-то подозрительно много стал мазать. Да. Не его день сегодня, похоже. Ну и все. Привет, дружище. Добро пожаловать в мем. Блондинки. Да. И ребят в черном. Точнее, с черной кожей. Будем немножечко такими... Относительно поликорректными. А то Ютуб точно заблочит. Конечно, это символ для кого-то, как я. Не понял. А как это случилось? А почему подкрепления подошли? Я слушаю. В смысле? Я что-то не понял. Ага. Ну чё, ща будем мочить всех. Звездец! А какого хрена? Так. Это в мои планы не входило. Причем капитально не входило. Душукуп отсюда уматывает. Причем быстро. Желательно очень быстро. Что за фигня? Почему это произошло? Скрипт? Я понял. А где станция же заглушает их? Какого черта они приперлись? Что за бред? А я-то надеялся, что все будет хорошо. Ладно. Затягивается. Что ж. Меньше проблем со штурмом другого сектора. Да. Отлично. Двигаемся. Так, Гидра с этим разберется сама. Я слушаю. Юрика, назад. Шторм, назад. Слушаю, командир. Окей. Срочно перестраиваемся. В кого он сейчас стрелял? Кто кого замочил? Что происходит вообще? Типа разные группы или что? Или огонь по своим? Или кто-то что-то не понял? Лично я ни хрена. Искра, буря, безумие. Слушаю, командир. Реально кто-то из них завалил своего. Продолжаем лупить. Так, девка без сознания. Это очень хорошо, что она без сознания, поскольку эта дурочка у нас стрелок. Он реально завалил своего. Я слушаю. Я вообще отказываюсь понимать, что здесь происходит. Плохо. Не попали немножко. Так, ладно, с гранатометом мы пока что не лупим. А, это мертвяк, про которого мы немножко забыли. Который уже встал. Гидра, боец-ликвидатор, иди. С аугом он был. Надеюсь, он окажется слишком тупой и не услышит нас. Как мы к нему подкрадываемся. Я слушаю. Ну, если что, Юрика здесь с ним разберется. Слушаю, командир. Так, где у нас медведь? Да? Честь имею. Не смысл мне тогда сейчас держать радиостанцию включенную, если здесь такая хрень. Так, ладно, прицел на кол... Подойдем поближе. Можно даже сразу залечь. Здесь пока у нас позволяет все, гранату и еще одну гранатомет загоняем. Продвигаемся. Ну и зачем? Вот ты это сделал. Вот зачем? Зачем мы вообще сюда приперлись? Чего вам здесь надо? Ладно, а конь по стрелку. Винтовка-то шо ты? Винтовочка хорошая. Промах. Я тут. Не видно, да? И очков действия уже отползти никак ничего не хватает. Ладно, мы прикроем себя дымом. Сами, правда, подходить и подставляться. Так, по-моему, мы в зоне действия этого дыма. Ладно, подходим к мертвяку, сами здесь мы с ним разберемся. А мы тем временем пошли разбираться с танком. Точнее, не с танком, а с теми, кто сюда приперся. Слушаю, командир! Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Хотя, в теории, можно загнать даже на крышу. Я сейчас, наверное, так и сделаю. Вон они. А он нас видит, да? Видит, прекрасно видит. Зря дернулись. Причем, что интересно, сейчас-то мы его заметили. Слушаю, командир! Окей! Сейчас мы его и заметили. Почему-то выбор пути пытается нас провести сквозь танк. Не делай так больше. Не надо. По-хорошему же прошу. Уйдем и после этого вырубим радиостанцию, если она оказалась вдруг внезапно бесполезной. Хотя, не совсем бесполезной, ладно. Потому что подход подкрепления она все-таки отсрочила. Пошел отсюда нахрен. В экипировке Творон он там бегал. Так, кого видят Эспады? Эспада видит пулеметчика. Эспада не попадает по пулеметчику и едва не попадает по дрону. Было весело, наверное. Так, девка без сознания. Здесь опять загоняем гранаты. Вот видите, вот видите, что бывает, когда я пытаюсь вообще хоть что-нибудь запланировать. Дичь. Вон они все. Абсолютно полная дичь. Обратно сапфир даже вот за этот куст. Чтобы нам здесь было что-то видно. Что-то так опасно делать, но... Но приходится. Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Так. Этого Гаврика мы видим. Огонь. Даже на полную. А можно было попасть хотя бы? Ради приличия, нет? Нельзя? Ладно, прижмем его. Все, отлично. Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Да. Я. По бабе не попадаем, поскольку очков действия нету, так что все хорошо. До свидания. Вот кто-то спрашивал, можно ли убить зомби метательным ножом. Как оказалось, его еще не били. Сейчас самое главное, чтобы вот этот вот труп пошел вот на эту сторону, не на мою. Сверху... Ааа, понял. Понял, она там была раньше еще, обходила нас. Все, отлично. Они пошли в эту сторону. Так. У нас проблема немножечко на этом фланге, поскольку тут у нас... Ну, целая куча всего, кого не надо. Тем более, что это кренотометчик. Сейчас эта падла начнет как-нибудь нам гадить. Давим этого по-прежнему. Чтобы он здесь не упендривался. Ты меня тренируешь, что ли, сынок? Ну-ка, интересно, а если мы в эту сторону постреляем, она как-нибудь падает, или нет? Нет. Жаль. Самое главное, чтобы она сейчас медведю ничего не наваляла. Так, тут. Кучу. Немножечко больше хаоса мы здесь повнесем. Тут добить эту девочку. Отлично. Сейчас мы быстро зачищаем южный фланг. После этого со спокойной совестью, со спокойной душой идем помогать на северное направление, потому что у нас там маленькие такие проблемки. Причем вот такие вот. Граната есть? Гранаты нету. Ну не так стрелять же, ну... Шайсэ! Биг факинг шайсэ! Да. Хотя у нас есть сапир. Прижать его. Просто прижать. Чуть в гражданского не прилетело. Это был дым. Она выстрелила вообще черти знает куда. Все хорошо. Игра начинает тупить. Все нормально. На южном фланге как-то помаленечку все разбираем. Второй противник с дымом. Точнее с гранатометом, но с дымом. Ладно, дым, ничего страшного. Дым мне как раз-таки в принципе неплохо. Скользь что-то зацепила по ней. Да ты меня тренируешь что-то, сынок? Ничего страшного. Уводи ствол. И здесь еще надо не забывать про этого элитчика. Так. Гидрокосечница наша. Убей его. Смотри-ка, живой. Отсечкой. Ладно, добьем его так потом. Оставим очки действия на перехват. Так, тут мертвяк. Здесь у нас... Здесь зомби. Вон пулеметчица. Мы сами себе сейчас перекрыли немножко обзор, но пофигу. Гранату. Причем двоих мы там зацепили. Следующую гранату заряжаем. Так, дальше. У сумрака осталось три патрона. В принципе, давай перезарядимся. Достаточный магазин мы выкидем пока что. Сожгли мертвяка. Слышь, пумба. Так, вот тут нам надо все-таки привлечь его внимание. Отлично, внимание мы привлекли. Теперь, надо, чтобы гидра добила вот этого несчастного. Отходим. Нам надо отходить отсюда. Потому что иначе нас здесь сейчас... Пришим... Ты помирать собираешься или что? Задолбало. Слушаю, командир. Смещаемся. Можно даже сменить ствол. Я слушаю. Живучая какая, а ты посмотри на нее. Так. Этот вроде бы издомлен. Но надо помочь. Заодно застреляли флетчет. И так, тут. В укрытии. Потому что он нас... Увидел. Он сейчас может нам привлечь... Какую-нибудь гадость. Так. Дальше, 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 дальше. Продолжаем глушить здесь гранатами. Здесь надо... Вот этого паразита варить. Он с пистолетом. Сейчас выйдет, мы по нему попробуем зацепить его. Так, дальше. Ну да, дрон его не видит. Чуть назад. Так. Душегуб. Перезарядка. Вон, кстати, наш недобиток валяется. Причем я даже не могу понять, он видит нас или нет. Слышь, ты. Окей. Уговорил. Твоя смерть будет долгой, мучительной и больной. Козлы. Это, скорее всего, был пистолетчик. Тот самый. Ни хрена. Это не пистолетчик был. Эй, я что слышал? Да. Слушаю, командир. Так. Ситуация становится более напряженной. Блин. Круто. Ребята начинают действовать очень активно. Назад. Наконец-то ты померла, детка. Блин. Сюда тоже. Я слушаю. Гранатами он швыряется. Я тебе сейчас покажу, гаденыш, как гранатами швыряться. Где этот черт? Не вижу, да? Да. Чё здесь и не сделать-то? Просто потому, что у меня слишком мало инфы. Так, ладно. Здесь... Здесь мы пока справляемся. Здесь ладно. Так, гидра назад. По-хорошему тебе на перезарядку надо, но... Один патрон? Серьезно? Звездец. Это вообще ни о чем. Честь имею. Огонь. Прижмем его. Пошел в задницу. Вот я вот очень обижусь на игру, если она вдруг... Забагается или что-то в этом духе будет. Реально, очень обижусь. Потому что такой напряженный момент реально нужен. Честь имею. Ага. Разворачиваться надо. Поэтому давай попробуем этого сначала добить. Понятно. Ствол увело. Причем капитально увело. Я же по тебе все равно попаду когда-нибудь. Так, назад немножко. Тут мертвяк. Вот это проблема, что... Тут мертвяк. Иначе он сейчас на нас попрется. Так. Пробуем зарядить еще. Вот. Отлично. Теперь мы зарядили все, что можно. Вкачков действия никаких не хватает. Так. Дружище. Я воспользуюсь тобой в качестве живого щитага. Кто же не против? Никто не против. Он нас видит, кстати. Да, он нас видит. Мы уйдем. Мы не будем ему мешать. Пускай он нас видит здесь. Выстрелить с гранатометом можно, но гражданские. Я тут. Я слушаю. Я. Сделаю. Гранатомета выстрелить можно, но тут гражданские. Так, а вот здесь вот если мы выйдем... Вот так вот мы его только видим, да? Я слушаю. Так, и спада здесь... Сильно никого не видит. Вот это немножко печально. Вот, вот так вот мы видим. Ага, без сознания. Значит, в эту сторону постреляем. Ствол увело капитально. Ладно, зайдем сюда. Гранату шоку. Если что, мы сейчас этого пистоличка огреем. Так, сюда. Мы, во-первых, не добраться. Во-вторых, тут гражданский. Можно огреть вот этого пистоличка гранатой. Но мы пока зарядим оставшийся. Может, вполне возможно, они мне здесь очень понадобятся. Ты бы лучше по мертвеку попал, шоковый. Они сейчас в центре начинают пучковаться. Не по-хорошему бы рацию выключить. Чтоб батарейку не жрало. Юрика пытаются убить. Ну зачем ты сюда поперся? Ну вот нахрена? Ну что я тебе сделал? Ну подумаешь, я тебя убил в твоей смертной жизни. Ты меня что, запомнил что ли? Вы же тупые, ребята. Понял, кто стрелял? Понял. Так, тюлень по нам и стрелял. Так. Выключить радиостанцию. Ладно, этого мы прижмем. Здесь пулеметный огонь по вот этому. Через чур обнаглел. Убрать мертвеца. Немножко в укрытие. Здесь. Вот этот спрятался, скорее всего, вот в этих кустах он там сидит. Так, тут у нас. Давай поможем мертвецам. Отличная снайперка. Слушайте, мне нравится. Она мне очень нравится. Так. Куда он делся? Серьезно? Странно. Я бы даже сказал, очень странно, куда он там делся. Потому что я его не вижу. Да нет, ложимся. Мы тем более перегружены, мы немножко уставшие, поэтому... У нас здесь немножечко так грустно все было. Ну че? Ща будем мочить всех в сардини. Так, это мертвяк. Мертвяк меня сейчас не интересует. А я мрадил. Меня интересуют другие ребята. Честь имею. Продолжаем стрелять, в принципе, почему бы и нет. Может, попадем по нему? Хотя по-хорошему надо было присесть. Ай-яй-яй, про Юрика-то я совсем забыл. Ну ладно, он воспользовался тем, что швырнул гранату мертвеца. Он, походу, вот здесь вот сидит. Они были где-то уступлены, поэтому я его не видел. О, как хорошо. Как куча гранат здесь повзорвалась. А вот это не есть, ну хорошо. Вот здесь сидит. Я слышала какой-то шум. В кучке сидят. Я тут. Это не есть, ну хорошо. Что-то приперся. Я слушаю. Сменяем ствол. Вот и где пистолетчик, понятно. Так. Тогда гранату сюда. Я был просто вынужден это сделать. К пистолету мы... Хотя, в принципе, мы подойдем сейчас к нему. Само гранату поставится. А нет, не подойдем. Очков действия слишком много. На бросок гранаты. Не получится. Не получится. Так. Здесь мы этого гаврика ликвидировали. Тут... Мы можем, в принципе, попытаться прибить пистолетчика. В башку ему прилетело. Ствол подкинуло, и ему прилетело в башку. Прекрасно. Разворачиваемся в эту сторону. Давим этого несчастного гранатика. Попробуем с положения сидя, кстати. Не получается. Тут, конечно, рискованно так лежать, но надо. Саппер пошла. Гидра у нас, да, может перебежать. Самое главное, чтобы сейчас здесь никого не было. Где ты вообще стоишь, кстати? Вот хороший вопрос, потому что он до сих пор очень активно, очень замечательно так накидывает. Я реально не могу понять, где он там стоит. На этого... О, кстати, разворачиваться не надо будет. Если его сейчас не добьет Юрика, в принципе, можно попробовать его медведем. Отлично. Попадаем, попадаем. Все-таки помаленьку, потихоньку, по наводочке мы попадаем. Отлично, замечательно, прекрасно. Кажется, я нашел человека, который здесь постоянно бросался гранатами. Сюрприз, детка! Сюрприз, мазафатка. С Зигом он еще был. Так. Этот без сознания, это очень хорошо. Но меня больше беспокоит пистолечек. Алло. Понятно. Пистолетная сволочь, меня беспокоит куда как больше. Долетай сюда гранат. В теории, да. Не попали по нему. Давай прижмемся. Я знаю, что они кончились. Так. Здесь вроде бы мы со всеми разобрались. Теперь осталось на южном направлении все дочистить. Их осталось пятеро. Первый. Да, вот он первый. Здесь второй. Третий. Четвертый. Пулемет что-то сдохло. Поэтому где-то еще один останется. Так. Прекрасен. Прекрасен. Ну оптика, конечно. А. У нас же есть открытый прицел. Я немножко так тупой. Я немножечко тупой. У нас есть открытый прицел. Мне-то казалось, его здесь нет. А оказывается, нет. Он есть. Так. Добить его. Хорошо. В магазин хотя бы достреляли. Пойдем дальше здесь участвовать. Этот у нас подавлен. Значит, если мы его сейчас не завалим, его загрызет мертвяк. Я так полагаю, по крайней мере. Но это все-таки сейчас попытаюсь как-нибудь добить. О. 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 Контужен. На всю башку. Оглушен. Контужен. Пользоваться. Убить. 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 Ну, ладно. Пару пуль в задницу тоже неплохо. Так. Тут мы пока спрячемся. Так. Я надеюсь, отсюда никто не догадается выйти. Потому что если кто-то догадается это сделать, то будет больно. отлично. Я надеюсь, что он пошел грызть. Он пошел делать кусь. Я слушаю. Так, ладно, здесь. Ну и спада. Ну ладно, хорошо, деточка. Я тебя понимаю. Ты устала? Тебе все это надоело? Ну надо. Ну надо. Постаряем по нему. Ну, хорошо, попал. Огонь. Не будем тратить любые припасы на пулемет. Все, пускай он его догрызает. Здесь перезарядка. Немножечко гранат нам. Но это слезогонка там в основном. Пошли помаленьку там все чистить уже. Здесь пулемет занимает позицию. Так, что у нас здесь увидит гидра? Так, там мертвяк. Где противник, я не знаю. Да. Ладно, сапфир подождет, пока здесь мертвяк поднимется. Даже пистолет достанем на этот случай. Какого ты собираешься мертвецов гранатами закидывать? Так, вот он. Но он далеко от нас. Не попадем, это гарантированно. Ребенка сожрали. Круто! Сожрали дитё малое. Понятно, по чью душу мертвяк пошёл. Честь имею. Слушаю, командир. Опять фраг шторму отдавать придётся, да? Просто потому, что он успеет сюда подбежать. Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Ну да, ну да. Придётся так и делать. А, нет. Зашибись. Не придётся. Так, Юрика, давай-ка вот этого дочиркаем. Далее. Разворачиваемся, скидываемся на подавление его. Причём хорошо так на подавление ему прилетело. Минус. Теперь надо спасать детён. Чем быстрее, тем лучше. А их осталось всего лишь двое. Вот один и вот второй. Всё. 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 Последних добиваем. Добиваем оставшихся мертвецов и так далее и тому подобное. Так, ладно. Всё. Остальные, в принципе, пускай не шевелятся. Мне уже лень вас шевелить, ребята. Так что... Сожрал. Ох, ничего удивительного. Потери среди мирных жителей, увы, неизбежны. В любой войне. Лояльность в Эстине упала вообще до нулей практически. Лояльность Камбрии, по-моему, сейчас 33% составляет. По-моему, от гибели детей лояльность падает больше всего. Или мне кажется? Это уже без патронов. Это нам ни к чему. Вот кто вот более наблюдательный? Посмотрите. От гибели детей лояльность действительно падает побольше или нет? Рукопашная схватка пошла. Давай-ка мы его заодно и прижмём, чтобы он там не упедрил. Ищи. Так, по-моему, у нас магазинов... Да, нет. У нас остался ещё один магазин. Выйдем сюда. Мертвяк, конечно, к нам пойдёт. Давай, подходим, не стесняемся. Я вам даже внимание к себе привлеку. Всё, пошли дочищать. Самое главное, чтобы никто сейчас внезапно с тыла не встал. Даже пуля-ночка задействовала для этих целей. А, здесь ещё встал кто-то, да? Ладно, сапфир, пошли. Будем сделано. С СВД сидел, парень. Так, мы что-то слишком близко подошли. Давай отойдём нафиг. Ага. Слушаю, командир. Хороший выстрел. Ё-моё. Кто-то говорит о потере лица. Я слушаю. Есть. Так, самое главное, вот-вот-вот-вот. Вот про это я и говорил, что он сейчас встанет. Шуманишься. Я слушаю. Так, продолжаем пострелить по вот этому поганцу. Здесь мы всё же пытаемся как-нибудь помочь нашему снайперу. Хотя, ничего страшного. Помогать здесь никому не надо. Ну, куснёт немножечко и куснёт. И ладно. Так. Вот, встал. Так. Добить. Да, по-хорошему их надо обезглавливать сразу же. Не всегда. А, кстати, если гидра здесь не потребовалась, то, в принципе, идём дальше. Всё, отлично. С этим там ребята сами разберутся. Он сообразил, кто его пытает... Кто его сможет грохнуть, да? Фу так делать. Фу кусаться. Так. Внимание, вопрос. Кто ещё из ходячих трупов у нас остался? А, они его сожрали. То есть, это всё. Это оставшиеся трое, да? Это остатки. Хорошо. Пошли. Вроде все. Бонзай всё поставил. Отдышался. Молодец. Замечательно. Там работа есть. Даже для испада она сейчас найдётся. Нет, винтовка снайперка, которая у неё сейчас, замечательно. Вообще, отличная, прекрасная вещь. Не надо, пусть, 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 сын. Снайперка топовая. По соотношению цена-качество и, в принципе, по своим характеристикам очень замечательная. А, даже так? Пули в морду тебе оказалось мало? Но это может стать проблемой, на самом деле. Если кто-то вдруг каким-то чудом по нему не попадёт. А, камон, папа, если только дрону. Ладно, будет кусь, так будет кусь. Ладно, хотя бы один. Ничего страшного. Замечательно. Всё. Признаться честно, я нихрена не понял, какого чёрта внезапно вдруг припёрся сюда противник. Хотя радиостанция была включённой. Вот реально, я очень это не понял. Но в целом, повоевали мы неплохо. Мне аж понравилось. Лояльность упала, правда, в нуля. Но этой Эстине здесь нам никого и не надо. А вот, что касается... Для начала душу-губу надо сходить, забрать свой рюкзачок. Потому что, если я сейчас начну всё разделять... То от этого рюкзака отлетит навеска. Ну, по крайней мере, мы смогли отсрочить появление этих подкреплений. И, соответственно, добавить экшена. Отлично, всё замечательно. Теперь-чё, я хотел вот посмотреть, что у нас здесь за трофеи. Так, ну, М12 меня интересует. Гроза, кольт СМГ, фалы. Вот он, 416-й хэклер. 556. Так, 66. Неплохая точность, не очень урон. Огня с отсечкой нет, простой в обращении. Отдача 8,6. Я бы выдал бы его сапфир. А почему сейчас отдача такая показывается? А, ну, видать, от параметров наёмника меняются. Я бы выдал его сапфир. Но... Очки действия... Во-первых. А во-вторых, то, что нет отсечки очередью. Короткой. Вот это, на самом деле, плохо. Гюрза, 9 на 21. Боеприпасы, 7,62 на 51. Это очень хорошо. Мина. Не знаю, каким чёртом она записалась, но, скорее всего, это тут бак небольшой. Гранаты. Стечкинс. Причём с обычными патронами. Очень странно. Мне казалось, такие ребята уже закончились. 40 миллиметров. Ну, кстати, вот здесь есть 40 миллиметров дымовая граната, а есть 4 миллиметра слезогонки. Хотя, если наводишь, 40 миллиметров. Ну, в целом, неплохо. В целом, мне понравилось. Весьма понравилось. Два сухпая. Причём, один из них, вообще-то, в таком состоянии, что его проще выкинуть. Регенератор. Вот, отлично. Хотя, регенератор-то мне не понадобится. Но, в целом, всё. Все трофеи мы видим. В принципе, повоевали мы неплохо. Вот ещё один. Зиг 552. Короткоствольный. Вот его можно будет, если что, отдать сапфиром. Ладно, в любом случае, это я буду с этим разбираться за кадром. Сейчас сразу тогда снимаем всю навеску. Проделываем канипуляции. Всё это сортируем. И вот, в итоге, все трофеи, которые вы здесь видите. Даже рефлекторник у кого-то был. Ну что, на сим сия серия у нас подошла к концу. Надеюсь, что она вам зашла. И пусть с вами всё будет хорошо. С вами был Блэквинг. Удачи вам в боях, командиры. До связи. И не забывайте про анонсы в группе ВК.